Иглоукалывание, массаж, куаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Андрей и Лана, давайте сначала посмотрим один сюжет. Здравствуйте, бабочка. Это очень красиво. Наша сегодняшняя демо имеет какое отношение к бабочкам? Давайте угадайте, пожалуйста, о чем сегодня мы будем разговаривать. Раньше я слышала такую древнекитайскую легенду о любви, как Лян Шайбоп превратился в бабочку. Только я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к заболеваниям. Мое предположение, что, возможно, это какое-то кожное заболевание с проявляющимися симптомами в виде бабочки. На самом деле, бабочка символизирует с собой седовичную резу. Давайте сначала посмотрим на картинку. Посмотрите, бабочка очень похожа на седовичную резу. Да, действительно, очень похожа, Зоя. А вы знаете, что несколько дней назад у нас было обследование в больнице. У некоторых моих коррек было обнаружено узелковое удовсение в оседовичной резе. Вы знаете, что они очень переживают, что оказывает ли какое-то влияние на организм? Да, на самом деле, эта тема для меня очень интересна, потому что у меня как раз есть один знакомый, страдающий такой проблемой. Понятно. Давайте пригласим доктора, который работает в отделении внутренней секреции. Госпитал номер один при университете традиционной китайской медицины в провинции Хэрунджиан. Его зовут Ли Минг. Что делает в нашем теле щитовидная железа, кроме того, что она занимает пространство на передней поверхности шеи. Она вырабатывает гормоны, которые контролируют основной обмен веществ в нашем теле. То есть от работы щитовидки зависит энергоснабжение нашего тела. А это не просто важно, это очень важно. Ведь даже если мы проводим жизнь на диване, не просим у тела энергии для бега и прыжков в шестом, всего лишь для поддержания нормальной температуры, обогрева тела, нужна масса энергии. А еще для работы сердца, нервной системы, пищеварения и всех-всех остальных органов. Связь простая. Нет гормонов, нет энергии. Слишком много гормонов, все органы работают в усиленном режиме, что тоже плохо. Узелковое утолщение в щитовидной железе является часто встречаемым заболеванием. По статистике, количество пациентов, страдающих заболеваниями щитовидной железы, составляет более 100 миллионов человек. Андрей, после рассказала доктора, мы уже ознакомились с таким заболеванием, правильно? Да. Но, Зоя, я хотела бы еще поподробнее узнать о симптомах. Какие симптомы проявляются при возникновении узлов щитовидки? Ведь это очень важно знать, чтобы как можно раньше обнаружить заболевание и начать его лечить. Да, да. И мне тоже интересно, какие есть способы выявить данную проблему на ранней стадии? Самостоятельный способ. А это очень хороший вопрос. И давайте послушаем доктора. В ранний период узелкового утолщения щитовидной железы отсутствуют симптомы. Скорее всего, многие пациенты замечают утолщение только при обследовании УЗИ. При большом размере щитовидной железы возникает давление, особенно в пищеводе или гортане. Далее может возникнуть затрудненное дыхание. В традиционной китайской медицине узелковое утолщение называется простым зобом. Оно формируется из-за застоя ци печени и задержки циркуляции жизненных сил. При возникновении узелкового утолщения в щитовидной железе возникают такие симптомы, как усталость, выпадение волос, быстрая утомляемость, низкая работоспособность. Пальпация щитовидки способна подтвердить или опровергнуть факт развития заболевания. Нужно положить руки себе по обе стороны челюсти и посмотреть, имеется ли асимметрия или опухоль. При этом рекомендуется выполнение глотательных движений. Однако при маленьком размере узелкового утолщения пальпацией сложно диагностировать заболевание. Поэтому лучше при малейшем подозрении сразу обращаться к врачу. Видимо, нам нужно почаще смотреться в зеркало, и не только чтобы покрасоваться, но и чтобы не пропустить возникновение таких тревожных симптомов. Лана, я совсем согласна с тобой. Вы знаете, что у моих некоторых коллег уже есть узелковое утолщение в щитовидной железе. Давайте тогда посмотрим. Сегодня я собрала несколько вопросов. Посмотрим на экран. Первый вопрос. Связано ли узелковое утолщение в ущитовидной железе со стрессом на работе? Мне кажется, что никак не связано. Да, мне кажется, связано. Ведь когда мы на работе нервничаем, у нас получается эмоциональная неустойчивость. Это вполне может влиять на образование узелков. А вы знаете, что это слишком профессиональный вопрос? Давайте послушаем доктора. Главные враги щитовидной железы – стресс, курение и позднее обращение к врачу. Первый симптом того, что щитовидка чувствует себя неважно – это излишняя мерзлявость. Второй симптом – слабость. Надо знать, что щитовидка – орган нежный, и она чутко реагирует на поведение хозяина. Даже такое, казалось бы, небольшое изменение в режиме, как дополнительный час сна, может помочь щитовидке работать. Регулярный отдых, отсутствие стрессов, тёплая одежда – всё это факторы, которые снижают нагрузку на щитовидку и помогают избавиться от узлов и кист. В разумных, конечно, пределах. Масштабные узлы отдыхом не вылечишь. Одна из лучших процедур, помогающих в восстановлении щитовидки – это горячая ванночка для ног, тёплый чай перед сном, умеренные, не подрывающие здоровье физические нагрузки. Оказалось, моя точка зрения правильная. Я рекомендую всем телезрителям стараться более рационально распределять время для труда и отдыха. Да, и при сильной усталости на работе нужно уметь по возможности расслабляться и снимать стресс. Давайте дальше ещё посмотрим, ещё какие вопросы есть. Вопрос. Есть ли связи между узелковым удовольствием в учитовидной жреце и полом пациента? На этот вопрос я не знаю ответа. А как ты считаешь, Андрей? И мне тоже кажется, что нет никакой связи. А если говорить о моих коллегах, я думаю, что в ужасе заболеваемости относительно высокая. Давайте послушаем доктора. Согласно различным исследованиям, у женщин проблемы со щитовидной железой проявляются примерно от 3 до 10 раз чаще, чем у мужчин. Поскольку женщины более подвержены различным гормональным скачкам, их организм очень чувствителен к любым гормональным изменениям и острее реагирует на них, чем более спокойный мужской организм. Именно по этой причине дефицит йода чаще вызывает осложнения в работе репродуктивной системы женщин, а не мужчин. Наиболее чувствительны к недостатку йода беременные женщины, так как в этот период гормональная система женщины подвергается достаточно серьёзным испытаниям. Кроме того, к 16-17 неделе у плода начинает развиваться собственная щитовидная железа, и йод она начинает брать из организма матери. Поскольку у женщин так часто встречается дефицит йода и заболевания щитовидной железы, врачи рекомендуют им предпринимать все меры для профилактики этих заболеваний. Во-первых, стоит употреблять в пищу йодированную соль. Во-вторых, женщинам после 40 рекомендуется хотя бы время от времени профилактически проходить ультразвуковое исследование щитовидной железы. Чем раньше будут обнаружены проблемы, тем легче их будет решить. Что касается беременных женщин, чаще всего им рекомендуют принимать специальные препараты с содержанием йода. Это поможет избежать ряда осложнений, как у самой беременной, так и у плода. Помимо бола пациента, еще есть и другой фактор – изручение. А мы работаем на телевидении и перед компьютером часто сидим. Так что все коллеги считают, что изручение являются причиной возникновения уделкового удовольствия в щитовидной железе. А как вы считаете? Ну вот мы очень часто смотрим телефон и тоже сидим перед компьютером. Это ведь все излучение. Неужели оно действительно может привести к возникновению такой страшной болезни? А еще следует помнить, что при частом прохождении медицинского обследования, когда вы делаете флюорографию, МРТ, вы тоже подвергаетесь облучению. А вы знаете, что изручение может вызвать такое изобревание? Давайте послушаем доктора об этом. Излучение является одним из многих факторов, вызывающих узелковое утолщение в щитовидной железе. Может показаться странным, но именно зависимость от телефонов, компьютеров и гаджетов влияет на возникновение узелкового утолщения. Щитовидная железа – первый орган, страдающий от воздействия излучения. Она сразу же накапливает его, а из щитовидки излучение распространяется по всему организму в составе ее гормонов, тем самым надолго задерживаясь в организме и оказывая свое разрушительное влияние. В районах, где люди могут получить йод из пищи, из морепродуктов, водорослей или из богатого йода морского воздуха, зарегистрировано на 60% меньшее обращение к врачам с проблемами щитовидки. По поводу того, насколько наш организм способен усваивать йод из ядированной соли, из пищевых добавок или препаратов, сейчас ходит много споров. Но точно ясно одно – нам нужны натуральные продукты с содержанием йода, поэтому нужно периодически есть морепродукты и дышать морским воздухом. А это, к счастью, доступно жителям Приморского края. А вы знаете, что я только знаю, что морепродукты, например, как и креветки, содержат большое количество йода? А я уже очень много лет живу в Китае, и я заметила, что у нас здесь соль делится на два вида. Это йодистая соль и соль без йода. Я считаю, что пациенты должны делать выбор в соответствии со своей болезнью, ее состоянием. Да, я как раз-таки вспомнил. Наши доктора часто для пациентов, которые страдают недостатком йода, советуют есть больше морепродуктов и в пищу использовать ядерную соль. А как осуществлять контроль над количеством употребляемого в пищу йода? Давайте послушаем доктора. Только что телеведущие сказали о морепродуктах и сушеных водорослях, содержащих большое количество йода и пуринов. Структура питания определяется функциями щитовидной железы. В случае возникновения узелкового утолщения в щитовидной железе с гипертириозом, рекомендуется питание, содержащее небольшое количество йода. Когда функции щитовидной железы придут в норму, рекомендуется питание в нормальном режиме. Когда узелковое утолщение проходит вместе с другими заболеваниями, рекомендуется увеличить объем потребления йода. Андрей, Лана, я не ожидала, что такое изобревание тесно связано с таким фактором. А вы знаете, что необходимо контролировать количество употребляемого йода под руководством в роте, правильно? А какими методами традиционной китайской медицины можно вылечить узлы в щитовидке? А давайте послушаем специалистов. Имеется множество методов традиционной китайской медицины для лечения узелкового утолщения в щитовидной железе. В первую очередь это прием китайских трав. Высушенные соцветия черноголовки обыкновенной, листья горячавки, мули и ламинария. Возможно, эти названия могут показаться вам странными и неизвестными, но мы, китайские доктора, очень часто используем различные травы для лечения пациентов. Ведь сама природа создала такие эффективные лекарства. А еще один способ, который мы применяем, это пластырь для наружного применения, который разработан нашим отделением госпиталя. Этот пластырь выделяет вещества, содержащие йод, и далее вещества попадают в организм через кожу. Курс лечения – две недели. Эффект лечения можно будет ощутить через один-два месяца. Хорошо, давайте я рекомендую вам еще посмотреть посредний вопрос. Вопросы. Требуется ли аберрация при возникновении узелкового утолщения в щитовидной железе? Мне кажется, если узелок маленький, то лучше его не трогать, наблюдать за его состоянием, операцию пока не делать. А вот мне интересно, если вы прошли обследование, доктор вам сказал, что операция не требуется. Через какое время нужно пройти на повторное обследование? Давайте послушаем доктора. Если диаметр узелкового утолщения больше 4 сантиметров, то в этом случае требуется операция, так как дыхание уже затруднено. Если щитовидная железа излишне старается и вырабатывает слишком много гормонов, обмен веществ ускоряется, и появляется опасность этими самыми гормонами в прямом смысле организма травить. Если щитовидка халтурит и гормонов мало, то обмен веществ замедляется, энергии не хватает, и на эмоциональном уровне это состояние выглядит, как пойду прилягу и тихонько умру в уголочке. Конечно, от нехватки гормонов никто не погибает, но и жизнью это с полной ответственностью не назовешь. Хорошо, давайте дальше посмотрим в ВКонтакте, какие вопросы есть у пациентов, желающих приехать к нам на летение. Давайте посмотрим на экран. Итак, первый вопрос. Может ли произойти раковое изменение узелкового утолщения в щитовидной железе? Это очень хороший вопрос. Давайте дальше посмотрим, какой ответ. Доктор отвечает. Вероятность ракового изменения узелкового утолщения в щитовидной железе относительно мала. Рак щитовидной железы не обязательно вызывается доброкачественным раковым изменением, так что не нужно сильно переживать. Давайте дальше посмотрим на второй вопрос. Передаётся ли по наследству такое заболевание, как узелковое утолщение в щитовидной железе? Посмотрим ответ. Узелковое утолщение в щитовидной железе не имеет тенденцию наследственности, однако и имеет тенденцию семейного возникновения. Попроголим у доктора за то, что сегодня он очень подробно рассказал нам о таком заболевании. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы там. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо. До свидания. До свидания.